Ауду биллахи мина الشейтан и الرجим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихин астаин, ва хуххиру насрин ва муин. Вассалату ассаламу а аля сайиды ламбияи ва ламурсалин, ва аля алихи тайбин а тахирин аль ма сумин, ва ла анату ддаимату а ла адаих мажмайин, и ла к явми явмид дин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракяту. Давайте разберем вопрос о том, почему ваххабизм так выгоден сионистам, американцам, англичанам и всем остальным врагам ислама и мусульман. И почему он всегда был выгоден врагам ислама и мусульман. Почему ваххабизм является чумой, почему является болезнью и вирусом в теле ислама, в теле мусульманской уммы, в теле мусульманской общины. Основной особенностью, которая передает такую выгоду, врагам ислама и наносит такой ущерб самому исламу, основной этой особенностью ваххабизма является его такфиризм. Что такое такфиризм, об этом можно говорить очень долго. Можно долго и разными словами это объяснять, но лучше, чем сделал это сам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, основатель ваххабизма никто не сделает. Давайте обратимся к его книге «Единобожие» к концу шестой главы. В конце шестой главы Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб очень красноречиво и ясно дает понимание того, что такое ваххабизм. И то, что говорится, то есть то, как описывает Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, ваххабизм дает понимание того, что ваххабизм это не просто какая-то точка зрения, это особый взгляд, это особый взгляд на человеческое общество, это особый взгляд на жизнь, особый взгляд на окружающий нас мир. Вот что он пишет в конце шестой главы книги «Единобожие». Он пишет, сюда же относится и высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Какие слова пророка? Вот эти слова. «Неприкосновенно имущество и жизнь того, кто сказал нет божества, кроме Аллаха, и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха. Он будет держать ответ перед Аллахом». Это слова пророка. Далее Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб толкует эти слова, дает разъяснение, дает свое понимание, что он понимает из этих слов, что он выводит из этих слов. Он говорит, эти слова разъясняют смысл формулы «нет божества, кроме Аллаха». Ее произнесение, то есть произнесение «Аллах, иллах, иллах, нет божества, кроме Аллаха», само по себе не обеспечивает неприкосновенности жизни имущества. Также не обеспечивает этого ни понимания смысла, свидетельства наряду с его произнесением, ни его подтверждения, ни обращения в намазах к одному только Аллаху, у которого нет сотоварищества. То есть недостаточно неприкосновенность жизни имущества не обеспечивает ни произнесения «Аллах, иллах, иллах», ни его понимания, ни его подтверждения. То есть даже не вера в него, даже вера в ла алях ла ла не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества, ни обращения в намазах к одному только Аллах. И даже обращение в намазах и в молитвах одному только Аллах не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества. Он пишет, имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все указанное выше будет дополнено полным отвержением от всех объектов поклонения. То есть наряду с этим нужно отказаться от всех объектов поклонения. Объектов поклонения. Я специально это подчеркиваю, чуть позже вы поймете почему. Всех объектов поклонения, кроме Аллаха. Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущества и жизни человека. То есть даже сомнение в одном из этих постулатов, в одном из этих утверждений вышесказанных лишает человека неприкосновенности имущества и жизни. Лишает неприкосновенности имущества и жизни человека. Лишает. Насколько велика и грандиозна эта проблема. Восклицает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И насколько же убедительно и красноречиво данное разъяснение. И насколько неопровержимы аргументы для любого спорщика. Он говорит. Итак. Это особый взгляд. Особый взгляд, противоречащий нормальному, принятому в человеческом обществе, взгляду на жизнь, взгляду на окружающее, взгляды на мир. Это неестественный, противоречащий естеству человека и архетипу человека, мировоззрение, которое полностью да наоборот противоречит, полностью противоречит, полностью противоречит обычному, естественному, принятому в любом человеческом обществе, мировоззрению, взгляду на жизнь. А в чем заключается это нормальный и естественный взгляд на жизнь? А естественный взгляд на жизнь заключается в следующем. Любой человек, каждый человек обладает право на имущество и жизнь до тех пор, пока нет веских причин обратного. Пока нет веских причин лишить человека жизни и имущества, он имеет право обладать жизнью и имуществом. Это нормальный взгляд. Это нормальный. Любой нормальный человек это воспринимает. Ну, как смотрят на жизнь ваххабит? Как смотрит на жизнь такферист? Какова такферистическая взгляд на жизнь? Каково такферистическое понимание окружающего? Такферистическое понимание окружающего говорит полностью наоборот, на 180 градусов. Говорит, что ни один человек не имеет права на жизнь, не имеет права на имущество, пока не имеет права на честь и так далее, и так далее, и тому подобное. Это все можно перечислять долго. На жизнь и имущество до тех пор, пока нет доказательств обратного. Пока человек не докажет, что он имеет право на жизнь, пока человек не докажет, что он имеет право на имущество, он не имеет права на имущество. То есть все полностью наоборот. И это не просто какое-то утверждение, это не просто какая-то формальная формула ваххабитская. Это не формальная формула, это полностью практическая формула. Формула, воплощенная в жизнь. Она воплощается день ото дня в разных уголках этого мира. Мы это наблюдаем в Сирии, в Ираке, в Пакистане и во многих странах. В России в том числе, в Чечне это было, мы наблюдали. В Дагестане мы это наблюдали. И до сих пор наблюдаем в некоторых уголках. Это практический постулат. Он воплощается в жизнь. Он становится частью человека, такфилиста. Он же живет этим, смотрит на мир таким образом. Они говорят, что не является неприкосновенным к жизни и имуществу человека до тех пор, пока он не обладает рядом условий. То есть он должен, наоборот, пытаться доказать, он должен подтверждать свое право на жизнь и на имущество. Чем он должен подтверждать? Произнесем слово «Ла и лах и ла лах». Нет божества, кроме Аллаха. Этого достаточно? Недостаточно, говорит Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб. Нужно понимать эти слова. Понимание наряду с произнесением достаточно, он говорит недостаточно. Что еще нужно? Нужно еще и подтвердить, то есть верить в это. Верить в эти слова. Этого достаточно, Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб. Этого достаточно, такфилисты. Они говорят, нет, недостаточно. Он должен произнести, он должен это понимать, он должен в это верить. Что еще? Он должен наряду с этим обращаться в намазах, в своих молитвах к одному только Аллаху. Хорошо, этого достаточно, он говорит недостаточно. А что еще? Он говорит, нужно отречься от всех объектов поклонения. А что это за объекты поклонения? Как отречься? Что значит отречься? И тут книга Единобожия посвящается, все остальные главы посвящены этому вопросу, перечислению объектов поклонения. И это еще не все. Он не все объекты поклонения перечисляет, их огромное множество. И, в общем-то, здесь уже работает фантазия, уже здесь работает воображение. И дело доходит до того, что ни один человек на земле не имеет права на жизнь и на имущество. В том числе сами ваххабиты. Я чуть позже продемонстрирую вам кое-что, и вы сами убедитесь, что они сами себя так фирят. Идут, моются, заново принимают ислам. Если по пути в душ его кто-то там убьет, он будет прав по их идеологии, по их убеждениям. Потому что на тот момент, когда он шел в душ, мыться и принимать заново ислам, он не имел права на жизнь и имущество. Дело доходит до того, что даже пророки не имеют права, не обладают необходимыми условиями, согласно которым они могли бы обладать правом на имущество и жизнь. Ни один человек, даже пророки. Даже пророки. Почему? Потому что эти объекты поклонения, они настолько завуалированы, их настолько много, и настолько все сложно, и настолько все строится на догадках, и предположениях, и на сомнениях, что практически каждый второй человек, даже более того, каждый человек, не должен обладать, должен быть лишен жизни и смерти. Он не имеет права на жизнь и имущество, прошу прощения. Не имеет права на жизнь и имущество. Даже пророки. Например, если вы поклонитесь человеку, совершите перед ним земной поклон, это считается уже лишь нарушением этих условий, необходимых для жизни и имущества, и обладания имуществом. Но мы знаем, что в священном Коране его светлость пророк Якуб, алей салату ва салам, совершил земной поклон перед своим сыном, пророком Юсуфом. Этих правил, этих нюансов очень много. Они сами это признают. Они сами признают, что практически каждый становится, согласно их условиям, каждый становится, даже ибн Таимия, даже Мухаммад ибн Абдул-Ваххал. Это первая, это первая особенность, первая и важнейшая особенность ваххабизма, такфиризм. Вот в этом заключается, конечно, есть и другие особенности у ваххабизма, и мы об этом говорить не будем. Мы об этом говорить не будем. Это особый взгляд на жизнь, это особый взгляд на окружающее. Это не просто какое-то формальное утверждение. Это практическая, это установка практическая. И это практическая установка, обратите внимание. Вот здесь самое интересное. Это практическая установка обращена, теоретически обращена ко всему человечеству, а практически обращена ко всему мусульманскому миру. То есть практически основным адресатом этого послания, этого токфиристического послания ваххабитов и ваххабизма является мусульманский мир. Это было всегда так. Возникнув ваххабизм, стал уничтожать мусульман. Убивали мусульман на Аравийском полуострове. Который они позже приватизировали и назвали Саудовской Аравией. Саудовской Аравией. Позже они убивали и на других территориях. Мы это наблюдаем в Пакистане, мы это наблюдали в Чечне. В Чечне они больше убили самих мусульман, нежели немусульман. Это мы наблюдаем в Сирии. Кого они в Сирии убивают? Кого они в Ираке убивают? Кого они убивают в Йемене? Кого они бывают в других частях этого света? Мусульман. Потому что эта установка, эта христианская установка, она адресована в первую очередь мусульманам. И поэтому, когда они говорят, что мусульмане делают ширк, мусульмане являются мушриками, это означает, что они не обладают этими необходимыми условиями и должны быть убиты, должны быть лишены имущества. Они не имеют права на жизнь и не имеют права на имущество. И это превращает их в злейших врагов мусульман и превращает их в злейших врагов ислама. Почему? Потому что, с одной стороны, они говорят, люди должны обладать теми или иными условиями, чтобы они имели право на имущество и жизнь. Это во-первых. Во-вторых, они говорят, что большинство мусульман делают ширк, а значит, не соответствуют этим условиям. Например, вот послушайте одного из самых известных и популярных на Северном Кавказе проповедников. Зовут его Хамзат Чумаков. Он открыто говорит, половина ингушей, каждый второй ингуш делает ширк. А значит, каждый второй ингуш, по их убеждению, это ваххабит. Ваххабитский, он хотя и отрекается, он говорит, кто такие ваххабиты. Это только ваххабиты говорят, кто такие ваххабиты. Только ваххабиты говорят, что не существует никаких ваххабитов. Он говорит, что каждый второй ингуш совершает ширк. А значит, он этим условиям не соответствует. И он даже добавляет, что он снизил, он занизил. То есть, он снисходит к ингушскому народу. А на самом деле, более 50% совершает ширк. Вот послушайте его. Каждый второй ингуш в республике, каждый второй ингуш ваххабит. Каждый второй ингуш ваххабит. Ваххабиты говорят, что он снизил, он снизил, он снизил, он снизил, он снизил. Таким образом, Имея такую особенную позицию к жизни людей, к жизни других людей, к имуществу других людей, особенный взгляд на жизнь, и на виду с этим, обвиняя мусульман в ширке, обвиняя мусульман, даже половину и даже более половины мусульман обвиняя в ширке, они превращаются в невероятно удобное оружие. В невероятно удобное оружие сионизма. В невероятно удобное оружие американцев, которые вложили, как говорит Трамп, на Ближний Восток 7 триллионов долларов. То есть, Ближний Восток, который в основном является мусульманским, Ближний Восток имеет колоссальную роль, колоссальную значимость для этих сил. Они видят выгоду, и помимо этого, Ближний Восток является своего рода препятствием, большим препятствием на пути их гегемонии, гегемонии американцев. И, конечно же, они видят выгоду, выгоду в этих такферистах, в этих, и используют их как вьючное животное, как своих ослов, ездят на них, используют их против мусульман, этих ваххабитов, используют их для уничтожения мусульманского мира. Посмотрите, в Сирии сражались, в Ираке сражались против мусульман, в других частях сражаются против мусульман, а в Израиле что они делают? Они лечатся в Израиле. Даже вот много лет назад они появились в секторе Газа, обратите внимание, в секторе Газа появились ваххабит, это Палестина. Группа, которая там появилась, ваххабитская, и спонсируемая Саудовской Аравии, потому что это известный факт, что ваххабизм распространяется на деньги и распространялся на деньги Саудовской Аравии, которая распространяла ваххабизм по просьбе американцев. Это известный факт. Так вот, в секторе Газа эти ваххабиты, которые были палестинцами, возможно, среди них были приезжие, но там была группа, состоящая из палестинцев, находясь в секторе Газа, имея под боком врага сиониста, это сектор Газа, это не какой-то другой город, это не Рамалла и не какой-то другой город Палестины, это сектор Газа, который находится под жесточайшим давлением, под жесточайшим контролем сионистов, под гнётом сионистов находится. Они вот, находясь в секторе Газа, призывали и проповедовали, что нужно очистить Палестину от мушликов, что нужно оставить в покое сионистов, очистить Палестину от мушликов, а потом, очистив Палестину от мушликов, пойдём освобождаться от сионистов. Кто-то может сказать, ну, хорошо, хорошая идея, но дело вот в чём. Чем дальше очищение, тем больше такфир. То есть, появится какая-то, они, например, ну, это, конечно же, абсурд, это зверство и полнейшая глупость, но, допустим, допустим, мы пойдём вам навстречу, вы начнёте мусульманскую общину очищать от мушликов, как вы говорите, убивать тех, кто не соответствует этим условиям, очищать исламскую уму от мушликов. А потом что? Потом начнёте такфирить друг друга, и потом опять будет очищение. Потом останется какая-то группа, допустим, полмиллиарда. Эти полмиллиарда за такфирят 250 миллионов. И очистят остальные, очистят эти 250 миллионов, убьют их, уничтожат. Потом начнём такфирить. И так, 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 в итоге никого не останется. Такфиризм в этом и заключается. Это суть такфиризма. У него нет предела. Каждый, каждого имеет право. Он даже сам в себе может усомниться, и всё, он уже кафир, идёт мыться и принимать ислам заново. Вот послушайте, это сами ваххабиты. Сами ваххабиты уже возмущают. Сами ваххабиты говорят, что дело дошло до катастрофы, что мы уже сами себя. Они почему друг другом грызутся? Есть хариджиты, есть мурджиты, ещё какие-то они друг друга имена придумывают. Почему? Потому что у них условия усложняются. Кто-то им подкидывает с Америки или откуда-то ещё какое-то условие. Вот давайте это условие тоже. Это условие Таугида, это условие жизни и имущества. И они вот на основе этой условия, давай ещё какую-то часть мусульман затакфирили и дозволили их имущество и жизнь. Посмотрите, это известнейший, известный, может не известнейший, но известный салафитский ваххабитский проповедник. Вот смотрите, он сам признаёт, что уже дошло до катастрофической ситуации. А что это до этого довело? Это до этого довело это мировоззрение. Такфиризм довёл до этого. Послушайте. Два человека пошли из этих жамаатов, такфиритов. В мире нет мусульман, кроме ты и я. И пошли они вот этим уже убеждением. Хаджи пошли, там хаджи увидели столько народов. И говорят, неужели нету... Один другому говорит, кроме ты и я здесь мусульман, неужели нету столько народов? Собрался там миллионы. Неужели только ты и я остался мусульманом? Нет, я один остался. Ты уже начал сомневаться в своём убеждении. До такой степени доходит. Потом я слышал истории, когда были тоже несчастные новые акиды. В 90-х годах тоже были такие же. До такой степени они такфирят уже, не находят мусульман. Потом сам себе в зеркало смотрит, сам себе такфирит тоже. За своё убеждение. И многое из них бывает, говорят, споришь, доказываешь, по их убеждению, что он тоже является кафиром. Ничего страшного, пойду и скупаюсь за него, истану приму. Что это за убеждение, толкающее на это? И обратите внимание, он не говорит, что такфиризм плох. Он говорит, вот эта вот крайняя степень такфиризма плоха. Это убеждение. Вот он говорит, усомнился в самом себе. И затакфирил самого себя. Или же в хадже они поехали, один засомневался, второй его затакфирил. Это убеждение Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба. Он говорит, недостаточно произнести Он говорит, недостаточно понимать, недостаточно верить, недостаточно в одном намазе обращаться к одному лишь Богу, в намазе, в молитвах обращаться к одному лишь Богу, нужно отречься от всего. И он также говорит, сомнение, любое же сомнение и колебание лишает неприкосновенности имущества и жизни человека, лишает его неприкосновенности жизни и имущества. Любое сомнение, любое же сомнение. Это что за убеждение? Это убеждение Мухаммад ибн Абдурахаб, это ваххабизм, это ваххабизм. Вот послушайте того же самого Хамзата Чумаукова, он те же славные слова говорит про хаджи, про тех, которые совершают хадж. Абхабизм. Абхабизм. В этом суть ваххабизма, это суть такфиризма. И возвращаясь к, я чуть-чуть вернусь к началу нашего разговора, когда мы зачитали хадис посланника Аллаха, салаллаху алейхи ваалю ассалям, который привел Мухаммад ибн Абдуль-Ваха в дело в том числе достоверное предание от его светлости, где его светлость сказала, неприкосновенно имущество и жизнь того, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха», сказал «нет божества, кроме Аллаха», и отрёкся от поклонения всему, кроме Аллаха, он будет держать ответ перед Аллахом. Дело в том, что эти слова посланникам Аллаха, салаллаху алейхи ваалю ассалям, были сказаны для того, чтобы останавливать мусульман от кровопролития, а не для того, чтобы сподвигнуть их к кровопролитию, как утверждает Мухаммад ибн Абдуль-Ваха. То есть он смотрит на жизнь совершенно по-другому, нежели сказано в этом предании. Почему я это так утверждаю? Да потому что эти слова сказаны были во время войны с мусульман, с мекканцами. То есть посланник Аллаха, салаллаху алейхи ваалю ассалям, дал установку. Дал установку своим сводвижникам, мусульманам, дал установку не сражаться, не убивать мекканца во время войны, в сражении. Не убивать, если тот примет ислам. Была война, была война. То есть он говорил, вы не имеете права. Нужно останавливать сражение в этот момент, когда они примут ислам, когда они согласятся, они станут мусульманами. Потому что все их преступления, которые они совершали, они будут прощены, и они будут прощены. А как смотрит на это Мухаммад ибн Абдул-Вахаб? Он забывает про эти обстоятельства, при которых эти слова были сказаны. Про эти обстоятельства. И переворачивает вверх дном эти слова посланник Аллаха. Это как если бы, например, во Второй мировой войне Сталин сказал бы, например, что сражайтесь с немцами, пока они не сдадутся, пока они не поднимут руки вверх. И пока не поднимут руки вверх. А вы забываете об обстоятельствах и берете сами слова. И сегодня набрасываетесь на каждого немца и убиваете его на каждого немца, у которого руки не подняты. Для того, чтобы анализировать таким образом, это, к сожалению, недостатки того, что прошло много времени со времен посланника Аллаха. И возникли трудности в понимании его слов, возникли трудности в понимании сунны. Похожие трудности имеются в связи с пониманием Корана. Потому что не все обстоятельства, обстоятельства не всех аятов достоверно известны. И, к сожалению, относительно обстоятельств не спасла антихалитных аятов, имеются разногласия, имеются сомнения и в некоторых случаях вообще вовсе неизвестно. И поэтому человек должен быть крайне осторожным. Человек должен быть исследователем, ученым, серьезным ученым, коим Мухаммад им. Абдул-Ахаб не был. Нужно обладать невероятным талантом, чтобы заниматься исследованием, пониманием сунны и Корана. Исследованием сунны и Корана. Ну, Мухаммад им. Абдул-Ахаб, он был просто карьерист, если выражаться современным языком, карьерист, которого не интересовали знания, не интересовало ничего. А его интересовало власть и достижение успеха, такого жизненного успеха. Он поэтому заключил с самыми кровожадными князями Аравийского полуострова, с семьей Саудов, заключил договор на уничтожение мусульман. Они договорились уничтожать мусульман, захватывать мусульманские земли и потом делить это все. До сих пор Саудовская Аравия правящая династия, это семья Саудов, а религиозная власть принадлежит потомка Мухаммада им. Абдул-Ахаба. То есть они являются муфтиями, другими словами. До сих пор это деление, этот договор между ними отчасти соблюдается. Конечно же, сейчас уже правящая династия очень сильно, и даже это не сегодня началось, не вчера началось, давно это довольно-таки началось. Они очень быстро стали притеснять потомков Мухаммада им. Абдул-Ахаба. И на сегодняшний день они на самом деле используют их, нежели на самом деле дают им какую-то реальную власть. Хотя, конечно, какими-то благами они все-таки по сей день пользуются. Это такферизм, уважаемый. Это такферизм, нужно знать его в лицо. Вассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракату.